доброе утро всем такой вот у нас утро тихо без ветра ребятишки там школу пошли ну а я сейчас решила халаты все постирать в общем машинки грузить мужу говорю когда не мою машинку привезешь уже задолбала здесь найти загружать загружать по одному халату я могла туда все три-четыре халата загрузить а кто тут ко мне пришел кто тут ко мне пришел моя радость счастье мою счастье мою вот так ясно сегодня классно ладно сейчас загружу машинку и пойду кофе пить кофе завтракать хожу тут гуляю по центру что-то я уже везде погуляла время мало еще я уже везде прогулялась встретила родственников и болтала с ними вот так вот сейчас никто никому в гости не ходим здесь и завтра будет зато на улице как встретишься и стоишь болтаешь так я хотела стевию купить пойду стевию закупленка просто магазин находится года какая-то обманчивая солнце светит вроде как должно быть тепло на самом деле не так все тепло в общем да везде кругом обман видите какой ветер женщина стоит наверно в очереди сейчас осознаем на ультима очередь так пахнет вкусно кофе вот в очках думаю нормально и так пускай кожа отдыхает сейчас у меня по плану чарли взять и с ним прогуляться потихонечку и потихонечку немножечко потому что слишком рано еще для обеда для всего для дома мичико она на кай и мигуа по это он так встречает меня то есть никак не встречает никогда лежит небось на кровати развалился и ждет когда я к нему приду чарли баму на кай бэй мичико венте маму видите вот так серчает идет идет маму лака и михуапу маму лака и ты чё там обвязаешься лежишь да пошли пошли погуляем около дома не буду его не привязывать ничего радость моя хвостом как виляет у меня вот так вот некоторые собаки знаете будет начиная там без людей без всего мой обижается и ухо ходит спать на кровать прохладно ветер такой ледяной прям вообще что даже до холодно как холодного градусов 16 17 наверное но это холодно холодно да пойдем в парк тут рядышком сходим еще потому что у меня приготовлено потом покажу вам что я буду кушать надо взять только знаете что бутылочку с водой потому что сейчас пописит надо это все водой полить бутылка с водой меня в машине надо батарейки купить а это пакетики у меня в кармане лежат да так вот надо делать раньше так никогда не делали а сейчас что-то вот с этим вирусом прям чуть ли не это даже полиция один раз не сказала ну когда перед на первой волне у нас было типа надо поливать все так маску на морду лица надо надеть удивительно у нас сегодня что много народу здесь там кошка сидит чарли на него кинется окошки опасные тоже кинутся там товарищ алкоголики что-то обсуждать тут бабушка там молодежь все за сборки такие хотя у нас такой знаете спальный район здесь нет ни школ поблизости не садиков вот они все тусоваться сюда пришли слышите это либо хлеб привезли либо яйца так вот оповещают вот видите хлеб привезли здесь обычно знаете как хлеб привозят вот так по улицам это вот хлебная организация так называется по наделю это кто развозит хлеб и вот люди его как бы как контракт делают или что каждый день он им на дверь вешает хлеб свежий вот и потом они ему либо в раз в неделю выплатят либо там я не знаю как раз в месяц вот ну и некоторые вот сами подходят за хлебом а вообще если нет никого то он просто на дверь вешает хлеб и все мне так не выгодно потому что мы целый хлеб вот так за раз не съедаем то есть нам его как раз на неделю хватает потому что я вообще хлеб не я мама уже он там день пришел есть второй день не пришел где-то там кушает в общем поэтому видите как поэтому я не покупаю хотя хлеб вкусный прям вот из как это из печки так вот у нас хлеб а вот так яйца тоже в этих же таких фургунетах при развозят у них специфический такой гудок которым можно легко различить а сзади меня вот не знаю вам даже не видно наверное товарищи алкоголики но здесь алкоголики не такие вот которые водку там хряпают литрами здесь больше пивные алкоголики либо винные я уже как-то рассказывала вот они с утра покупают баклажки пиво вот он на углу сидит видите и 2 сходил за пивом баклажки пиво с утра они что-то недорогие стоят на на около евро можно даже дешевле купить литр пива вот и сидят класят также вино и но можно тоже товарищем алкоголиком купить меньше евро и сидеть квасить а вот так вот чтобы водку пили люди нет а вот водочных алкоголиков нету но мне кажется без разницы что пивной что что водочный алкоголик он и в африке алкоголик правильно но немного алкоголиков знаете нет таких вот чтобы запойные как бы на неделю раз и все запилы на неделю тут если он пьет то он пьет каждый день а если это все как-то по-другому да хотя вот как бокал вина выпивают или два-три пива выпивают чуть ли не люди не каждый день стопами по разному бывает кстати вы заметили у меня губы вроде как накрасила но это не помада какая-то а это смотрите вот такая зеленая блеск ой какой блеск это скажи мне я тебе скажу это бальзам такой для губ еще я помню это с детства такой был мы еще красили и у меня моя тетя она любила такие помады скажем тогда и я когда была в россии я у нее вы просила одну штуку и вот берегла ее как зенит сока а тут выяснила на днях что представляете она есть на китайском сайте в алиэкспресс и поэтому я себе вот на днях закажу хотя с другой стороны у меня еще тут много я живу берегу потому что при он во-первых держится он улажняет губы и держится целый день представляете и цвет такой ненавязчивый в общем как зацелованных губ что ли что-то так блин надо срочно подтяжку делать мишу вот так вот все срезали урезали и вот представляете нашла в алиэкспресс просто какая-то реклама выпала думаю блин это же мои помада я ее вот берегу и уж нам четыре года да ничего страшного так ну и что же я тут купила вот смотрите купила стевию себе зашла 270 вот такой пакет и такой вот люфчик я вообще люблю вот такие чтобы они были без всяких там рюшечек хотя у меня очень много с рюшечками розовые голубые красные в общем всякие есть разноцветные но ношу я почти постоянно только вот такие потому что знаете надевая что-то такое вот тонкая либо какую-то особенно летом блузку там и она все это просвечивается все эти рюшечки они все равно выпуклые и как бы их видно а вот на таком лифане в общем ничего не видно и у меня еще знаете чё их очень много всяких лифанов но дело в том что я как только начинаю худеть например даже если килограмм или на 2 меня с первое что уходит это тети прям они вот так все уходят моментально не лицо не попа а вот там и причем а когда толстеешь что первым толстеет попа то есть попа остается неизменно всегда и в общем не все лифаны как бы стали большие они там плавают естественно с поролоном а как иначе надо как говорится заполнить пространство и создать иллюзию вот но он тут видите небольшой такой поролон удобный даже видите такой классный и в общем я померила и хорошо сидит это вот такой вот магазин ойша 116 евро вот у меня размер 95 б широкая такая спина было доходило время из до 105 вот и поэтому вот да как то так там по скидке еще бы была вот такая кофточка такого приятного цвета оттенка классного и такая на знаете мягкая мягкая на ощупь вообще прям супер стоило вот 30 евро я за 9 евро купила с очка я померила она прям не очень замечательно я вам сейчас тоже по мере покажу вот видите везде все даже свободно то есть такая вот как раз под короткий ну не под короткий сейчас же посадка такая высокая почти у всех штаников и все такого и в общем мне понравилось как она сидит даже если вот с водолазкой хорошо и вот тут вот тоже все замечательно ничего нигде не дни не обтягивает в общем вот такая вот прикольная и цвет такой знаете нейтральный да под все подойдет в общем вот так вот вот сейчас она отправится в стирку и и усе так вот как-то сережечки сегодня делал общем короче глаза не накрасил зато везде вся нарядилась как-то так на обед у меня сегодня будет кебаб помните мясо который я сделал в духовке курицу я сейчас его поджарю если честно я вчера такой съела он нереально вкусный был но сегодня еще поджариваю батат сладкую картошку лавашек ой надо достать еще это гриль но у меня вот два апельница здесь все есть и до вафли ничего сейчас я включу чтобы нагревался добавлю салат помидор лучок и соус для кебаба и мясо естественно у меня еще огурчик есть не огурчик добавлю еще огурчик уже не особо свежий ну вот ничего а и сыр сыр же нужен еще сыр 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 такой у меня есть уже натертый как вкусно пахнет мясо вкусняшка будет сначала насыпать сыр чтобы потом когда положить фритюрницу ой фритюрницу в это на гриль он расплавился а ты опять сегодня не пришла что-то помидор какой-то хотя я его вчера только разрежала а что-то он мне уже не нравится тоненько нарезаем помидорчик и вкладываем делаете шаурму дома или только покупную кстати вот вчера попробовала но ничем не отличается даже вкуснее такая домашняя удивительно ладно сейчас я все это злобацию и покажу вам конечный результат в принципе тут то ничего такого опасного нету ну кроме соуса а так овощи курица из духовки можно сказать даже диетическое блюдо ой как пахнет вкусно в общем вот такая вот надо было ее немного побольше поджарить всем приятного аппетита вкуснятина я опять на кухне смотрите сколько щей у меня еще тут я их решила прокипятить и заодно у меня были эти были почему были и не есть крылья утины не утины а этого господи индюка сейчас я их замариную и завтра забабахаю у меня тут остричный соус он заканчивается я пытаюсь из него выжать неудобные вот эти вот бутылки потому что там еще блин столько соуса он не вылазит добавила соевый соус горчичку чеснок специи вкусные и вот сейчас буду их мариновать помою и жду пока щи закипят у нас ветер такой поднялся но зато белье быстро высохнет я говорила уже сегодня все халаты стираю у нас один халат одна эта одна стирка ой блин ладно вот такие дела не знаю даже куда идти на пляж или по полям наверное по полям пойду потому что ветер такой завтра мне завтра в аптеку все равно нужно идти и вот заодно по пути а сегодня тогда по полям пойду ходить так что вот такие вот дела так что вот такие вот дела маффины у меня получились обалденные наверное но это я вам скажу завтра и так же скажу достойно ли это ваше внимание или нет потому что первый раз их делала у меня как раз тыква оставалась думаю куда бы ее это орех вылез там с шоколадом с черным все дела в общем вот такие вот магдаленки получились кексики маффины как хотите так и назовите но красивые правда в общем друзья вот на такой вот нотке я с вами прощаюсь до завтра вот всего самого лучшего и всем пока пока пока